какую-то очередь, были ночные костры, запишивали за день и за два. В Москве? Нет-нет-нет, я имею в виду, что есть в некоторых городах. Это может быть. Вот тогда введение электронной записи эту проблему фактически ликвидировало. Да, все прозрачно, все понятно, все открыто и доступно, и невозможно так называть, ни вклиниться в эту очередь, ни коим образом на нее повлиять, уж извините, как-то там через знакомство или, не дай бог, какие-то еще нелегальные инструменты. И это, в общем, за 2-3 года привело ситуацию в нормальные виды. Другой вопрос, что сегодня еще такое новшество, которое активно обсуждается, сейчас это так называемая начальная школа 1-3, когда ребятам предлагается, ну, родителям, конечно, предлагается принять решение о прохождении начальной школы в ускоренном порядке, не за 4, а за 3 года. Эффективная начальная школа, так называемая. И, конечно, для того, чтобы ребенка взять в такой класс, ему предлагается какие-то, вот, показать уже такие дына. Вот, бывает так, что дома, например, уже успешно учили там читать и каким-то образом там, может быть, читать и каким-то первичным навыкам. И он уже концов и достаточно быстро развивается. Это да. Вот здесь есть поле, когда вдруг начинают кричать о том, что вы, что вы, зачем ввели экзамены в 1-й класс, что в 1-й класс никаких экзаменов нет, и быть не может, и они не проводятся. А вот такого рода собеседования на предмет того, что ребенок готов к более интенсивным нагрузкам или, к сожалению, нет, конечно, могут быть, и это вопрос не приема 1-й класса, а выбора программы, по которым будет учиться ребенка. Ну что, действительно, мальчики несколько отстают в развитии. В этом плане. Ну, давайте так. Конечно, с точки зрения системы наблюдений, психологических, психологических, и образовательных психологий есть определенные показатели. Там, конечно, есть разные показатели. Продолжение следует...